ну чуть-чуть теперь в сторону от вертинского просто вот о судьбе того что называется русским роком хотя не знаю может быть можно может быть вполне я считаю что весь рок поющийся на русском языке это можно можно называть русским и они против этого термона совершенно 15 минут славы этого направления 5 лет они вот минули мне очень обидно как чеку у которого в общем в известной степени я не могу сказать что вырос но питался этим очень обидно что уже сейчас не слушают в тех масштабах эту музыку в которой слушали скажем в конце 80-х начале 90-х возможен с вашей точки зрения какой-то ренессанс оживление интереса к этой музыке я не имею ввиду вы обязательно в исполнении ведь таких ветеранов как там не и бутузов гребенчиков может прийти как какая какая какая-то молодежь которая с каким-то пассионарным посылом который подтянет молодняк этой музыки или это был какой-то политический социальный контекст который уже ушел мне кажется что это был конечно не только политический и социальный контекст который уж но почему было че удачи его стадионы были и почему сейчас их нету музыка живая совершенно душа живая абсолютно ткань и как у любого живого организма у нее есть свои периоды взлетов и свои периоды затуха будет ли еще период вот мне кажется мне кажется что как жанр рок-музыка себя не исчерпал мы говорим сейчас я говорю про русский рок да я говорю про рок-музыку исполняющийся на русском языке как жанр рок-музыка не исчерпал себя поэтому мне кажется что за этим небольшим я все-таки считаю не катастрофическим падением обязательно через какое-то время последует очередной взлет и в первую очередь я конечно имею ввиду именно молодых музыкантов я не имею ввиду тех стариков которые начинали как бы рок-н-ролл и которые там не научно его продолжаю роллинги зажигают до сих пор и молодняк на них и равняется если бы сейчас джаггер и команды не продолжали выступать может быть и не было бы таких ребят как допустим news или там my chemical romance которые очень далеки потом по форме того что они делают но который конечно вот этот месседж снимают ну собственно да я я как бы я не отрицаю значимость действий нынешних действий с тех стариков которые стояли у истока русского рока я просто сейчас говорю что это новая волна с моей точки зрения придет от новых исполнителей за эту новую волну и скажем одного как минимум исполнителя я могу назвать зовите под конец одного исполнителя как подождите уже под конец да да так быстро пролетело ну пожалуйста хорошо я вам назову как минимум одного исполнителя на которого я лично возлагаю очень большие надежды я считаю что игорь растеряев это один из тот молод один из тех молодых музыкантов за которым очень большое будущее в нашем именно русском роке хорошо ну что ж посмотрим сверим прогнозы через несколько лет не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва двадцать четыре